Всем привет! В прошлый раз я вам рассказал о том, что такое EGB и обещал рассказать о том, какая разница между stateless, stateful и singleton. Собственно говоря, к сожалению, написать какой-то там код и продемонстрировать у меня будет не получится. Я пытался, у меня не получилось. Я задал на вопрос на стековерфлой, как так-то. Ну, вроде как разница есть, а когда ты код пишешь, оказывается, что нету. Ну, и мне тут ребята отвечают, что вроде как разница в основном декларативная. То есть, ну, в общем, я сейчас подробнее расскажу. Смотрите. Собственно говоря, давайте создадим какой-нибудь EGB. Скажем, temp EGB. Вот. То есть, вот у нас есть EGB. Когда мы ее обозначаем stateless, мы говорим, что эта EGB, она должна использоваться только один раз и не хранить никакого состояния. То есть, у нас может быть какой-нибудь там сервлет, скажем. сервлет, что-то в этом духе, аж стеки пи сервлет. А вот здесь дубет. У нас здесь, естественно, мы можем заинжектить наш EGB. и мы его используем. То есть, мы вызываем какой-нибудь метод у него. Ну, там можем добавить, собственно говоря, там public void print. Что-то в этом духе. И здесь мы его можем вызывать. То есть, концепция какая? Вот он у нас stateless. Это означает, что мы не можем хранить какие-то переменные. То есть, здесь там setit, скажем, и равно 5. А в каком-то другом методе, там, там, public int get e, там, что-то в этом духе, return e. То есть, мы не можем так делать. В одном методе setit, а в другом возвращать. У нас в stateless не должно храниться никаких значений. Иначе у нас, ну, как бы, контейнер... Не факт, что контейнер вам заинжектает тот самый... Ну, когда вы его здесь вот инжектаете. Не факт, что контейнер вам заинжектает тот самый бин. Вот. То есть, он может отличаться. Он может создавать там бинов и раздавать их. Может там, если запросов немного, использовать один. То есть, это все, как бы... Ну... Это все зависит от реализации, там, и тому подобное. Вот. Но суть использования stateless, то, что у вас просто должна быть какая-нибудь бизнес-логика, типа... Типа, там, вы чего-то в базу пишете, или там, что-то достаете из базы и так далее. Вот. Но нет хранения никакого состояния. А вот stateful, в свою очередь, он уже может хранить состояние. То есть, вы можете взять, сделать int-i. Здесь там... Поменять его как-то. Ну, то есть, в принципе, вам никто не мешает делать вот так вот. Здесь вы можете его получать, здесь вы его можете... Здесь вы можете сетить, здесь вы можете его выдавать. Вот. То есть, stateful это бин, который хранит состояние. Причем, хранит он его в течение сессии. И он используется для коммуникации. То есть, он как бы не вечный. Вы тоже там можете ставить... Как там этот был? Сессион... Сессион... Сессион тайм-аут, или как-то так? Stateful тайм-аут. Да, наверное, вот так вот как-то. И здесь мы могли прописать, сколько по времени, допустим, эта сессия будет. Да. Value в минутах у нас указывается, скажем, 20 минут, к примеру. Вот. И так далее. Но, в принципе, не важно. То есть, stateful это вот как вы храните в сессии. То есть, это используется для того, чтобы пользователь подключился к вашему серверу. Он там что-то там делает, допустим, накидывает товар в корзину. И вы все эти товары можете хранить вот в этом бине. То есть, вы можете корзину так имплементить и тому подобное. То есть, в принципе, это очень полезная штука. Да. Вот. Еще есть у нас Singleton. Singleton это один бин. И где бы вы его не инжектили, там, здесь или еще где. То есть, не имеет никакого значения. То есть, где бы вы его не инжектили, он всегда будет один. То есть, на все приложения. Сейчас, сегодня, завтра. То есть, один пользователь, другой. То есть, не важно. Здесь уже можно хранить информацию, допустим, с какими-то настройками. Допустим, админ может там что-то там настроить. И в зависимости от этих настроек все будут получать эту информацию. Ну, или любое другое значение. Но на практике, смотрите, я вот какую закономерность вывел. Я вам сейчас продемонстрирую. Если мы возьмем наш... Ну, пускай будет тот же самый Singleton. Вот у меня E. И теперь я хочу, скажем, response. В write temp.gb.getE. Ой. temp.gb. SetE. temp.gb.getE. Плюс один. Собственно говоря, если я это сейчас запущу. Ну, сейчас я вам покажу. Да, вот так вот. Сейчас перезапущу. Это случайно. Фалик у меня вылетел. Так. Вот если я перезапускаю 0, 1, 2, 3. То есть сколько праз я не обращался, у меня каждый раз будет здесь на единичку больше. Потому что я седаю на единицу больше. Но если я изменю это на Stateful или Stateless, работает в принципе одинаково. Поэтому мне как бы не получилось вам продемонстрировать разницу. Видите, 0, 1, 2, 3, 4, 5. В Stateless то же самое. То есть... Ну, то есть я как бы храню состояние, да. То есть в книжках вы можете прочитать о том, что там в Stateless не будет храниться состояние. Но... Видите, в Stateless хранится. Все работает. Вот. Опять же, разница... Ну, относительно декларативная. Как ребята мне пишут на Stack Overflow. То есть... Но, тем не менее, вы должны... Ну, если вам не важно состояние, используйте Stateless. Если вам важно состояние, не надо использовать. Потому что, как мне там один парень написал, оно может работать, работать, а потом вылезти. Поэтому... Поэтому Stateless используйте, когда для вас состояние вашего объекта не имеет разницы между тем, как пользователи там подключаются. Ну, реквестят запросы на ваши сервлеты. То есть это Stateless. А Stateful это вы можете хранить какую-то информацию на уровне сессии. То есть, да, он может между запросами сохранять что-то. В принципе, работает классно, очень удобно. Но... Это на уровне сессии для одного пользователя. То есть, в принципе, тоже классно и удобно. Ну, и Singleton. Singleton они у нас работают на уровне всего приложения. То есть, если вы туда что-то сохранили, оно все время будет там, пока вы это сами не измените. Или пока сервер не упадет. Вот. Как-то так работают наши джебихи. И такая вот разница между нашими Singleton, Stateful и Stateless. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok